Поджигателей автомобилей будут искать специальные подразделения полиции. Они созданы по распоряжению руководителя ОВД области генерала Сергеева. Всего за год количество поджогов выросло почти на 70%. Горели маршрутные такси и легковые автомобили во дворах. Поэтому полицейским пришлось организовать сразу 4 спецгруппы для расследования преступлений. Объединять поджоги в одно дело полиция по-прежнему не собирается. Это не серийные преступления. Совершены разными людьми в разных городах. Либо из-за бытовых ссор, либо из-за нечестной конкуренции. С причинами будут разбираться 4 спецгруппы. В структуре уголовного розыска впервые создано такое подразделение. Отдел по борьбе с поджогами автотранспорта. Туда мы включили достаточно опытных сотрудников. Руководитель главного управления МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев подводит итоги работы полиции в 2015 году. Количество преступлений на Южном Урале выросло на 12%. В основном за счет краж. Вместе с тем раскрываемость повысилась на 11,5%. Стало меньше дорожных происшествий. В них погибло на 15% меньше людей. Особых результатов удалось добиться в борьбе с организованными преступными группами. Выявлено и задержано почти 300 бандитов. Поэтому сейчас ряд лидеров уголовно-преступного мира находятся в условиях изоляции. А ряд готовится к тому, чтобы там оказаться. Прокомментировал Сергеев из сообщения СМИ о банде подростков «Волки», якобы орудовавшей у челябинских ТРК. Осенью журналисты писали о группах несовершеннолетних, которые пристают к покупателям, провоцируют их на драку и отбирают деньги и телефоны. Об этом рассказали сами жертвы нападений. Однако ни одного официального обращения в полицию от пострадавших так и не поступило. Не нашли подтверждения этим фактом и наряды полиции, которые дежурили у торгово-развлекательного комплекса с октября по декабрь. Мы на комплексе «Родник» дважды задерживали от группы несовершеннолетних, состоящих из порядка 15-20 человек. Для выяснения их тех или иных намерений эти несовершеннолетние доставлялись в отдел полиции, где были переданы родителям. Если нападения повторятся, Андрей Сергеев просит жителей обращаться в полицию. А сейчас на расследовании УВД самое дерзкое преступление начала года. ЧП случилось 20 января. Двое неизвестных напали возле почтового отделения на инкассаторов. Обстреляли их из пистолета и обреза, незащищенные бронежилетом руки и ноги. Ранили одного из сотрудников и похитили 1 миллион 600 тысяч рублей. Дело будет раскрыто, обещает главный полицейский области. Есть подвижки, работа по нему ведется достаточно активно, но все остальное это процесс расследования. Особо он нами не комментируется. Я надеюсь, что как и когда мы раскрыли преступление, связанное с нападением на спецсвязь на улице Образцова, так и здесь, несомненно, преступление будет раскрыто. В этом году генерал Сергеев прогнозирует всплеск уличной преступности и краж, связывает его с ухудшением общего материального положения. Кто-то взял кредиты и не может их отдать, кто-то потерял работу. Для противодействия преступности на улицах области будет постоянно проводиться операция «Ночь» и другие спецмероприятия. Игорь Галактионов, Евгений Чекалов, ОТВ.